Всем привет и слава Украине. Новости из Кавказа продолжают свою работу. С вами я, Гелла Вассадзе, и сегодня у нас традиционный разговор с хорошо любимым и знакомым нами Виктором Гопьяни. Приветствую, Виктор. Очень рад видеть. Здравствуйте, Гелла. Также рад очень видеть. И помимо этого приветствия, я поймал себя на мысли, что просмотрел и регулярно просматривая ваше интервью, в обязательном порядке должен добавить то, что до сих пор не говорил. Дорогие друзья, подписывайтесь на этот канал, который предоставляет вам самую нужную и правдоподобную информацию. Это необходимо. Спасибо. Ну что, начнем про дела наши скорбные, потому что они действительно скорбные. Честно говоря, вот мы же очень много говорили о том, что о ситуации, почему вдруг такое происходит. Но у меня была какая-то надежда, что все это элементы торга с Соединенными Штатами, элементы торга с Западом. Что речь идет о том, что нынешняя власть говорит следующее, что вот, ребята, дайте нам выиграть эти выборы, и тогда все будет нормально. После заявления в горе Бензина Иванишвили, где все обратили внимание на то, что возмущенные по поводу извинений и так далее и тому подобное, я думаю, что там был еще гораздо худший контекст, то, что война 2008 года начата по указке, по заказу, ну, фактически Запада. Потому что мы можем себя обманывать. Он же не назвал, он же не сказал Запад, но все это прекрасно понимают и знают. Что это? Это уже декларация смены внешнеполитического курса? Дело насчет торга. Я просто в ретроспективе, мне кажется, что были возможности для такого торга. Я косвенно могу подтвердить наличие таких возможностей в самом таком весьма недалеком прошлом. Эти возможности не были, соответственно, развиты. Я давайте на этом остановлюсь и больше не буду развивать эту тему. Что касается нынешнего этапа, мне кажется, что сегодня эти возможности практически отсутствуют, потому что если ты торгуешься с кем-то, ты должен оставить и второй стороне и желание, и пространство для такого торга. Мне кажется, что такие возможности, такое пространство все более круче и резко закрывается с грузинской стороны, точнее со стороны грузинских властей. Если где-нибудь эмуссирует такое представление о торге и таких мифических возможностях согласиться или, так сказать, выторговать что-то, это, наверное, больше уже представление такого иллюзорного характера, которыми определенная группа подпитывает своих же сторонников, опять стараясь приумножить в них веру, в эксклюзивность возможностей лидеров того или иного политического плана выторговать с большими игроками мира нашего определенные условия. Наверное, сегодня эта иллюзорность, еще раз повторюсь, и картинка торга, скажем так, искусственная картинка торга, это больше для подпитки устойчивости и веры в неограниченные возможности нынешних лидеров. Наверное, вот так можно, если мы говорим о торге, назначение вот такого иллюзорного представления о торге, это больше в нашу сторону. А что касается реального торга и возможностей реального торга, еще раз повторюсь, мне кажется, и не только кажется, но почему-то, кстати, я исхожу из определенных обстоятельств, что этот поезд уже ушел, и то, что этот поезд ушел, в этом для нас, значит, в этом мы можем удостовериться, хотя бы исходя из вот вчерашнего решения, и тех решений, которые, возможно, последуют, ну, в самом недалеком будущем, потому что для годовых воров осталось не столько много времени. Я думаю, что принципиальное решение наших западных партнеров не торговаться больше, оно уже принято. И означает ли это, значит, констатацию окончательную о смене внешнеполитического курса? Да и нет. По сути, конечно, мы можем говорить о такой смене, но пока у нас не будет и формальной декларации о смене такого курса, наверное, пока что преждевременно будет делать такую констатацию. Такая декларация не последовала, хотя у меня такое впечатление дело, что мы идем очень уверенно, скажем так, к моменту такого заявления, такой декларации, если эта декларация не будет сделана до 26 октября, в условиях продолжения этого курса, не только до 26 декабря, но и после 26 декабря, такая декларация также последует в обязательном порядке. У меня почему-то вот уже такое укорененное чувство и ожидание, что такое формальное заявление, оно не загорает. Но для такой декларации необходима смена Конституции. Да, смена Конституции в то же время, поэтому, когда мы слышим часто заявление о необходимости конституционного большинства, чтобы быть готовыми к тому часу X, когда геополитика и реалии того момента будут, то есть вызовут необходимость соответствующих политических решений, мы на этот счет слышим недвусмысленные заявления, хотя там конкретика пока не просвечивается, но эти недвусмысленные заявления как раз наталкивают нас на предположение такого недвузначного также характера, что такие решения, они уже вроде бы осмыслены, и они где-то, так сказать, пока на полке до того магического часа X. Я думаю, что это декларативное заявление о необходимости конституционного большинства, и мы этому вопросу каждый раз уделяем очень много времени сегодня. Это тоже, так сказать, определенное завораживание, скажем так, грузинских избирателей, особенно той части грузинских избирателей, которая нашему, к сожалению, лишена возможности критического мышления. Давайте сделаем и такое признание. Это как раз вот это, скажем так, ожидание вот выторговать что-то и потом что-то изменить и делать, так сказать, кардинальной, произвести кардинальные изменения как во внутренней, так и внешней политике. Это как раз вот наполнение грузинского общества ожиданиями чего-то, так сказать, сверхъестественного. И для того, чтобы это сверхъестественное произошло, то, что мы мечтаем, то, о чем мы думаем, то, что является одной из важных, значимых предпосылок, то есть целей грузинского государства, это восстановление территориальной целостности, вот эти позывы на такое мифическое, так сказать, это не симметрическое развитие событий и необходимость для этого конституционного большинства, это как раз идет с одной стороны к иллюзорности, а с другой стороны и не к иллюзорности, потому что если мы представим на секунду, что грузинская мечта возьмет такое конституционное большинство, что, честно говоря, не очень сложно представляется, исходя из настроя, иногда общественного настроя, вот тогда мы должны ждать уже гораздо более неприятных сюрпризов, и уже эти сюрпризы будут проявляться в реформальных решениях. Послушайте, ну даже если она возьмет простое большинство, не возьмет, а вообще вот сейчас мы подходим к такому очень тяжелому вопросу, потому что перед выборами, тем более с представителями политиками, с представителями определенных политических сил, говорить об этом мне крайне сложно. Понятно, что необходима мотивация избирателей, но вот если положа лапу на сердце, что называется, грузинская мечта уже нарисовала для себя итоги выборов. Это опросы Горби со всеми выделяющими из этого последствиями. Ну если мы лапу положим на сердце, мы можем продавить сердце, поэтому положим руку на сердце и скажем следующим образом, что, к сожалению, сегодняшние политтехнологии при всем моем умеренном уважении к исследованиям и социологическим вопросам такого характера, они не оставляют возможности, что желанное выдавайте за действительное. Я ведь говорю, извините, я ведь говорю не про политтехнологии, я говорю о возможности грузинской мечты просто взять и нарисовать себе нужный результат. Ну, Вела, если такой нужный результат будет нарисован, тогда мы получим развитие событий уже не в нарисованном порядке, а в весьма реальном порядке, в реальном режиме. Если мы себе представим такую гипотетическую ситуацию, когда будет нарисовано такое конституционное большинство, и самое главное, почему мы употребляем слово нарисовано, то есть если что-то будет нарисовано, значит, там будут серьезные вопросы к легитимации. Конечно. Тогда это будет открытое приглашение в адрес большей части грузинского общества, чтобы оно проявило свою реакцию на такую картинку, нарисованную картинку. Я сейчас очень осторожно хочу подойти к этому вопросу, потому что я все-таки хочу очень надеяться, что в рядах грузинской мечты и в рядах верхушки грузинской мечты все-таки остался такой, доля хотя бы рационала, чтобы такие картинки были по мере возможности, на такие картинки было бы четко, так сказать, однозначно и нет. Потому что это так просто не пройдет. И это, ради бога, сейчас не угроза, и это не предвосхищение событий, так сказать, такого уэстки сценария, то есть негативного сценария с нашей стороны. Но я желал бы, чтобы вот такие игры мы не играли бы, потому что это игра в огне. И это та игра, которая, если опять перефразируя от почетного председателя грузинской мечты, когда он сказал, что, значит, как он сказал, в войне 2008 года, значит, мы буквально объяли наших осицинских братьев и сестер в огонь, огнем объяли. В данном случае, если мы получим такую картинку, то они рискуют страну объять огнем гораздо большего масштаба. Поэтому давайте не будем это делать. Это та ситуация, которая, так сказать, обернется боком абсолютно всем. Вы знаете, по поводу рационализма, я тоже, я в свое время, я, по-моему, уже тоже рассказывал, я все здесь на этом канале рассказывал, тем не менее, но вам нет. Я когда был в детском саду, я был уверен, что в школе учатся какие-то сверхсущества, которые вот в школу ходят. Потом я пошел в школу, и такая же уверенность у меня была по поводу университета. В университете у меня была фишка по поводу банка. Вот в банках работают финансовые полубоги. Потом про политику. И побывал везде, я понял, что полубогов не существует. Понимаете, в чем дело? Вот, допустим, даже при самых лучших раскладах для мечты, ну вот меняют они внешнеполитический курс, вот фактически Россия здесь становится, а других вариантов ведь нет, мы же понимаем. Россия здесь становится доминирующей политической силой, но это же означает то, что политический класс Грузии будет уничтожен, и в том числе и они будут уничтожены. Неужели они этого не понимают? В частных разговорах, в частных разговорах с некоторыми грузинскими бизнесменами, которые когда-то делали бизнес России, и потом свой капитал полностью или частично перенести в Грузию, и не только в Грузии, но и другие страны, опасения со стороны по поводу тесного сближения Грузии с Российской Федерацией, с нынешней Российской Федерацией, она гораздо больше и гораздо острее, чем это могут представить себе некоторые грузинские избиратели. То есть это те люди, мы говорим о тех людях, которые очень ясно представляют себе суть нынешнего российского режима. Поэтому для них это абсолютно не входит в их интересы, потому что это абсолютно касается, как сегодня модно говорить, это экзистенциальный риск и угроза для их благополучия, и не только благополучия в плане бизнеса, но их личного существования. Я думаю, что об этом должно быть четкое представление и в политическом руководстве страны. Потому что политическое руководство страны – это, скажем так, комбинация как политической составляющей, так и бизнес составляющей. И там находятся люди, которые в то же время, не говорю сейчас о одном или двух лицах, фигурантах, они четко себя представляют. Если такая абсорбция, поглощение произойдет со стороны Российской Федерации, давайте, если мы вспомним известный фильм «Неменова», в этой гостинице они больше директорами не будут. Поэтому здесь как раз, если даже мы сейчас оставим эти впечатления, эти рассуждения о ценностях и так далее, если они хотят сохранить свои лидирующие позиции в Грузии, одним из способов, методов сохранения их лидирующих позиций, сейчас не будем комментировать, насколько они заслуживают это или нет, но будем исходить из рационала, прагматизма, возможного прагматизма, сохранение дистанции или дистанцирования от Российской Федерации. И это дистанцирование в то же время может быть сохранено не только просто вот чем-то антироссийским, но и сохранением того вектора, который мы называем прозападным. И опять, с их колокольни, с их точки зрения, не потому что они прозападники, а именно для сохранения этой дистанции, этой нужной дистанции, чтобы они не были бы поглощены вот этим российским влиянием до такой степени, что превратились в ничто и в никого. Поэтому вот опять взывая, так сказать, к рациональному мышлению и прагматичному мышлению, я все-таки оставлю себе долю, может быть, гипотетической надежды, что такие резкие движения не будут деланы, хотя уже то, что мы наблюдаем в этой динамике делаем, мы, наверное, с вами оба проконстантируем этот факт, эта динамика не просто уже, понимаете, не создает впечатление лишь тактического характера, но эта динамика создает представление стратегического характера. И здесь у нас уже возникает вот это смущение, мягко говоря, и переполох. Я какое-то время был склонен, и особенно в частных разговорах с дипломатами, говорить на вопрос, является ли грузинская мечта про асийскую силу, я всегда старался предоставить такую формулировку, такое объяснение. Я говорил следующее, что для меня сложно представить, что грузинская мечта, ну, мы говорим о лидерах грузинской мечты, речь не идет о рядовых членах партии и т.д. и т.п. Мне сложно представить, что они получают инструкции от Кремля на регулярном уровне. Нет. Такой был мой ответ. Но в то же время я продолжал мою формулу или мою вариацию объяснения, что совпадение российских интересов и интересов лидера грузинской мечты заключается в следующем. Максимально принизить степень западного влияния в Грузии означает выгоду и для грузинской мечты, потому что уменьшение западного влияния, это же не просто, так сказать, запад, это не география, это определенная матрица. Эта матрица в то же время включает в себя и верховство права, и транспаратность института, и все то, что мы подразумеваем под слагаемыми нормального государства. Типаж того правления, которое мы сегодня получили, никак не подпадает под эту матрицу. Так что это, это, так сказать, с точки зрения грузинской мечты, в чем заключается интерес выдавливания западной матрицы из Грузии. В чем интерес Российской Федерации, понятное дело, это выдавливание западных геополитических интересов, и здесь как раз может быть то естественное совпадение интересов со стороны нынешнего руководства и российского руководства. Вот так я старался объяснять довольно-таки долгое время. Хотя сегодня, на данный момент, когда мы с вами записываем этот разговор, я уже на такое объяснение настаивать не могу, потому что вот этот тренд, он становится уже настолько, так сказать, настолько явным, и те комментарии, которые мы получаем ажу, да, от службы внешней разведки России, не говоря уже о кремлевских пропагандистах, оно, честно говоря, создает уже крайнее неудобство для прагматичного, возможно, прагматичного объяснения, которое я сейчас вам предложил. Понимаете, в чем дело? Я уже не говорю об оппозиции, о тех, кто оппозиционно настроен, вот это, значит, опять было анонсировано, ну, в общем-то, политические репрессии, потому что когда, ведь мы же слышали объяснение от грузинской мечты, что национальное движение, это далеко не только те, кто был националом, национальное движение, это вся оппозиция, потому что, ну, как бы примкнувшие, это одно, но ведь, ну, уж кто-кто, вот Иванишвили не может не понимать, что в тактическом плане может быть, ему это сейчас и может как-то быть выгодно, но в стратегическом плане Москва обязательно избавится, его не оставят, для того, чтобы здесь тотально, им нужна совсем другая грузия, им нужна грузия, которая тотально управляет не просто их ставленник, а тот человек, который является кадровым, что называется. И нету этого понимания. Это касается Иванишвили, а дальше уже всех остальных, а про всех остальных вообще не идет речь. Что касается господина Иванишвили, вот опять возвращаясь к той трактовке, которую я придерживался определенное время, опять продолжая эту трактовку, основная проблема со стороны наших партнеров, западных партнеров, особенно со стороны Евросоюза, было не получить Орбана номер два. Вот так они представляли себе господина Иванишвили. В принципе, если бы мы остались бы в этой плоскости, это еще заслуживало какого-то понимания. Я не говорю, что сострадания и поддержки, но какого-то понимания. И, кстати, тот термин, который сегодня употребляет употребляет юридическая мечта суверенной демократии, этот термин мог быть в большей степени быть употреблен не по отношению к Западу, а по отношению к России. Именно для того, чтобы, так сказать, сохранить вот тот алгоритм Орбана номер два. Это, так сказать, возможно, в какой-то дозе подакивания российским геополитическим интересам, но в то же время оставаясь вот тем директором в той же гостинице, о которой мы, так сказать, в таком свободном режиме использовали это обозначение, очень удобное в том самом известном фильме. Но вот сближение уже до недопустимого или за пределами недопустимого уже не даст ни господину Иванишвили, ни верхушки грудинской мечты изобразить или сконструировать здесь ту же самую генгерскую модель, которая позволяла бы, скажем так, и тот называемый торг западными партнерами, и в то же время позволяла бы создать определенную рациональную стенку воздвига и вмешательства со стороны Российской Федерации твой огород. И ты там оставался бы тем самым директором, о котором мы говорили. Вот если речь шла бы об этом, тогда еще понятно. Но сегодня вот этот крен и этот крен стал настолько значимым, и этот крен уже не подпадает под дефиницию балансирования, хиджирования и т.д. и т.п. Все эти очень красивые, яркие, концептуальные обозначения, которые мы часто используем, когда пишем или говорим о международных отношениях или теории международных отношений. Вот грузинская мечта сегодня, особенно лидерство грузинской мечты, не оставляет нам возможности для концептуализации, не теоретизации того или иного подхода. Вот как раз на данном этапе наше беспокойство с вами как раз уже заключается именно в этом. Я даже подозреваю, что на каком-то, не на каком-то этапе, очень долгое время Москва просто мечтала об Орбане-2, их создавала Орбан-2, вот такую Венгрию в системе западной, но сегодня сами же наши власти предоставляют им возможность тотального подчинения Грузии. Ну да, да, вот мы опять с вами опираемся, понятное дело, на те публичные источники и комментарии, которые нам, которые, у нас есть определенный доступ, мы, у нас нет возможности с вами судить о полной картине, потому что я не исключаю, что есть определенные коммуникации такого вне публичного характера. Да, кстати, насчет Орбана номер 2. Я другой пример сейчас приведу, может быть, такой весьма рискованный пример. Пример Йосифа Бростита, который, будучи, так сказать, находясь в сфере протоколата Советского Союза, все-таки как-то ухитрялся, прочерчивается для Югославии тот автономный или полуавтономный курс, который, так сказать, создал уникальную модель отношений между Белградом и Москвой. То есть, опять еще раз, вот здесь есть определенный маневр, если мы уж в эту сторону пойдем, развитие грузинской государственности, хотя бы на этом этапе. Но еще раз повторюсь, это все, понимаете, для благочестивых размышлений и для размышлений по поводу той политики, которая целью имеет лишь одно – это укрепление институционального устройства Грузии и укрепление международных позиций Грузии. Но когда мы, полагаясь на те факты, обстоятельства и те процессы, которые мы наблюдаем, у нас нет возможности говорить ни об одном и ни о втором, тогда, извините, уже дело не до обеливания и дело уже не об украшении того или иного политического почерка. И тогда мы подходим к той черте, когда вещи должны называться своими именами. Ну, скажем так, Москва абсолютно неожиданно для себя, находясь в тяжелейшем положении, получила Грузию как геополитический приз. Неожиданный. Я думаю, что для них самих вот это, для них самих было несколько неожиданно. Давайте посмотрим взгляд из Кремля в данном случае. То, что Россия сегодня находится в тяжелейшем положении, она находится в логистической блокаде. И то логистическая блокада это не какая-то выдумка, можно еще по санкциям, можно еще говорить, вот о них обходят, вот о них не обходят. Логистическая блокада это реальность, данная нам в ощущении. Невозможно из России попасть на Запад, например. Закрыты границы с Польшей, закрыты границы с Финляндией, Украина само собой, ну и все. И для России понятно, что иметь Южный Кавказ как логистический коридор и как политический, кстати, коридор в отношениях с Ближним Востоком, в отношениях с Азией это огромный геополитический приз, который они постараются не упустить. Но вот тяжелый вопрос, который я задаю всем моим соведущим из Грузии. Есть ли какая-нибудь теоретическая возможность для властей дать задний ход? Белла, касается вашей формулировки, что Москва получила такой приз, давайте я все-таки чуть оскорю вот эту формулировку. Я думаю, что этот приз мы пока еще не в той кондиции, чтобы делать такое заявление. Москва на пути, скажем так, к получению такого приза, но этот приз пока еще не получен окончательно и до конца. И говоря об этом, я имею в виду опять предстоящие выборы, где грузинский избиратель должен высказать свое отношение к оформлению того или иного приза. И второй момент – это политика отношения наших западных партнеров к происходящим в грузе событий. То есть независимости, точнее, наперекор тем ожиданиям, что Запад ослабит свое внимание, будь то Соединенные Штаты или Европейский Союз ослабит свое внимание по отношению к Грузии к происходящим здесь событиям, как раз мы наблюдаем абсолютно противоположную картину. Эти выборы, кстати, они являются очень уникальными выборами, потому что, напомняв себя, начиная с выборов 1990 года, и понятное дело, что каждые выборы несут на Таветский днеанс один и главный критический вопрос – это вопрос власти. Эти выборы, помимо вопроса власти, внесли в повестку дня вопрос геополитики. Я не помню, то есть, до этих выборов ни одного другого избирательного процесса, когда вопрос геополитики стоял так остро и стоял таким, скажем так, броским углом. Поэтому критичность вот этих выборов и то, что мы слушаем различные заявления, оценки, которые может не с той скоростью, не с тем темпом, как нам того хотелось бы, но все-таки притворяются решения правового и политического характера, это как раз свидетельствует о том, что в Грузии сегодня сошлись два больших геополитических лагеря, и каждый будет поставить на свое. И говорить о том, что здесь кто-то кому-то уступит, наверное, было бы преждевременной констатацией факта, и в этом контексте я хотел бы сказать и обратиться к тем, которые думают, что этот приз уже оформлен, этот приз уже наш северный сосед получил, я думаю, пока что с таким выводом спешить нельзя. Остательства пока для такого вывода почки не создают. просто вот это пояснение к призу дело, и, наверное, я все-таки упустил ваш вопрос. Есть ли возможность властей дать задний ход? Задний ход. Я желал бы, несмотря на мое критическое отношение к нынешнему руководству, политическому руководству, я желал бы, потому что это желание мое, оно абсолютно объяснимо. Я и мои коллеги по нашему центру всегда пропагандируем за такой, ну, как мы называем позитивную игру, то есть позитивный сангейм, то есть когда, когда, так сказать, учитываются интересы непартимого характера, мотивация такого государственного, то есть все мы, все мы являемся участниками процесса, и все должны выиграть, быть выигрыши, или если кто-то, так сказать, намеревается выиграть за счет кого-то, это уже означает проигрыш для всех, поэтому вот это как раз заключается в том, в том, философии, это тот новый уровень политической мысли, выйти на который я бы желал как политическому классу Грузии, так и грузинскому обществу, поэтому это, так сказать, такой, ну, может, софизм сейчас уже в этой ситуации, когда я говорю, что я да, желал, чтобы такой задний ход был бы дан. Мне опять сложно сейчас конкретно говорить о том, есть ли такая возможность, еще раз, исходя из того, что я не владею на данный момент полной информацией, есть ли возможные там каналы коммуникации неформального характера, где возможно обсуждается тот или иной вариант, хотя, еще раз говорю, та картинка, которую мы видим, честно говоря, меня не располагает на ту мысль, что грузинские власти, лидеры думают или рассматривают возможность такого заднего хода. Опять возвращаясь таким термином такого фамильярного характера, я думаю, что какому-то курсу дан полный вход вперед. И сейчас пока этот курс не натолкнется на явное противодействие, а это явное противодействие как раз с энергией грузинского избирателя вместе с реакцией наших международных партнеров, я думаю, этот курс на полный вперед будет развиваться и дальше. Ну вот мы уже имеем решение о том, что режим визалиберализации будет приостановлен после выбора, понятный случай победы кого, но у меня такой общий вопрос, я бы очень хотел бы, чтобы ситуация изменилась, но что может сделать такой ситуации Запад? Запад конкретно давайте так Вашингтон и Евросоюз. Евросоюз я имею в виду Брюссель. Ну, наверное, те решения, которые принимаются со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов, и те решения, которые могут быть предприняты в недалеком будущем, наверное, главная суть этих решений это создать почву среди грузинских избирателей грузинского общества почву для того, чтобы на месте здесь было бы внесено сомнение в корректность такого курса, который проводится. Я опять сейчас не хочу слишком драматизировать драматизировать этот вопрос, потому что когда мы подходим к этой теме, тут же за углом звучит другая тема, скажем так, провоцирования смены политических режимов, и т.д. и т.п. Это, конечно, сейчас не та тема, которую я хотел бы обсуждать, потому что, опять, исходя лично из моего подхода и подхода нашей команды, что политика всегда была бы конструктивной и никого не оставляла бы за бортом, по мере возможности, конечно, эта политика должна преобладать, поэтому я не хотел бы сейчас употреблять такие конструкции, как провоцирование смены политического режима, так называемый социальный инженерик, который западный мир проводил после холодной войны в целом ряде случаев, где вот этот почерк сегодня, вот эта политика сегодня как раз является одной из главных дискуссионных тем в той же самой предвыборной гонке в Соединенных Штатах Америки. И здесь есть определенные трезвые подходы и критические подходы, мы понимаем, что мы сейчас не можем развить эту тему, хотя тут же добавлю не ради самой рекламы вот моя последняя статья, которая касалась внешней политики Соединенных Штатов, возможной грузинской и грузинских ожиданий, у меня были рассуждения о возможном аудите внешней политики Соединенных Штатов, насколько вот эта внешняя политика должна быть откорректирована. И в этом плане как раз я говорил и пишу о том, что пора Соединенным Штатам видеть мир не только своими глазами, но с глазами других. И, наверное, это поможет им больше рациональности вот этих конструкций. Так, чтобы, кстати, опять сохранить нить нашего разговора, повторюсь, не ради провокации политического режима, но для того, чтобы изменить стиль поведения, вот самый верный результат и самый надежный результат тех или иных даже санкционных решений, это не просто санкция как такова, это не просто блокирование счета или там ограничение в обучественных правах и т.д. и т.п. Это эффективность санкций, эффективность тех или иных санкционных решений подразумевается в смене тандемии. Вот в этом плане как раз санкционная политика она не всегда успешна. Более того, вот последняя статистика говорит, что лишь в 30% или в 33% санкционная политика была бы более или менее успешна. То есть в большинстве случаев такая политика была безуспешна. Но когда мы говорим об успехе, вот этот успех как раз должен проявляться в отразвлении общества, чтобы оно адекватно оценивало политику своих властей и при необходимости показывало бы им или желтую карточку в плане там протеста или публичной реакции или красную карточку. Эта красная карточка должна, если на то есть необходимость, должна быть показана в результате выборов, а не иначе. что ж, это очень тяжелая тема на самом-то деле. Давайте все-таки смоделируем последствия. я сейчас поймал на мысли себя, что я правда сказал, что я абсолютно не имею целью обеливать кого-то, но все-таки как-то вот это интуитивно во мне, вот это чувство проявления определенной эмпатии воли и неволи к какому-то понимаете к рационалу верхушки грузинской мечты все-таки по неволе у меня оно есть и как-то проскакивает это, наверное, скажу свое оправдание, что, наверное, это опять излишнее доказательство искренности моего подхода и неволи. Я бы сам хотел, чтобы так оно и было, но рационал, уже рациональные границы перейдены, потому что, ну, я скажу честно, то, что это грозит стране, это одно, то, что это грозит там отдельным оппозициями, всем оппозиционно настроенным гражданам, всем тем, кто поймет потом, это другое, но это же такая же угроза, неизбежная существует для всех них тоже, вот это для меня непонятно, потому что, ну, правда, существует такая угроза, и она неизбежна, она просто, то есть, на самом-то деле, получив полную свободу действий здесь, а они получат полную свободу в этом случае, я не удивлюсь, я еще раз говорю, я не хочу все рисовать черных красков, но я не удивлюсь, что они захотят просто расчленить Грузию, просто расчленить, им не нужна Грузия, как геополитический субъект, им нужен контроль над этой территорией. Гера, когда мы говорим об угрозах, здесь тоже определенные классификации, это угрозы, которые могут настать в будущем, угроза потери власти той или иной группы, но есть более реальная, более существенная угроза, которая уже настала, эта угроза заключается в репутационном ущербе страны как таковой, это угроза уже ежедневная реальность, я опять, чтобы слишком, ну, сказать, не уходить, я на прошлой неделе был на одной из очень крупных конференций, реванский диалог, так называется, там были представители около 60, более 60 стран, и, знаете, вот, к сожалению для меня, может быть, это мое личное ощущение, где-то я где-то преувеличиваю, но мне показалось, что вот репутационный ущерб по стране уже нанесен, это уже факт состоявшийся, и, знаете, вот в этой оценке, это, конечно, оценка, которая проскальзывала между строками, никто прямо об этом не говорил, опять на своих частных коммуникациях, но это то мнение, это оценка, которой придерживались те или иные страны независимости от того или иного режима, то есть была ли это демократия или не демократия, вот в их глазах, то, что тот механизм, который мы сегодня представляем, что это вроде бы не государственность, вроде бы и пока что не до конца оформленный синдикат, но что-то такое, понимаете, где можно вот так вот гибридно маневрировать, опять повторюсь, это уже не представляет особого такого аттракционного, аттракционной привлекательности для нас, это уже конкретно выявляется, проявляется в репутационном ущерб, я просто ощутил на себе, что мы уже стали жертвами, скажем так, вот в этом плане, и выкарабкиваться отсюда нам придется порядочное время нам придется потратить, но для того, чтобы нам, чтобы мы стали выкарабкиваться для этого, прежде всего мы сначала должны создать предпосыл, а предпосылки как раз заключаются в обновлении политического курса внутри страны прежде всего, потому что я более чем уверен, что такое наивное может быть чувство уверенности, как только политический курс внутри страны будет обновлен, я думаю, что к этому внешнему политическому вектору мы вернемся гораздо раньше, чем мы это себе можно представить, потому что вот этот период, который мы сейчас проходим вместе с нашими западными партнерами, я думаю, мы все отсюда вынесем должные уроки, и эти уроки нам помогут как-то переосмыслить ту определенную компластинскую чувство умиротворения, которое преобладало в Грузии и преобладало у западных партнеров, что то, что здесь происходит, это уже необратимо, оказывается, это не так, я думаю, если мы выйдем из этого процесса, определенная динамика, она будет гораздо более содержательной, и более скорой, и более динамичной. Да, это будет хороший урок для тех, кто сумеет этот урок пережить, несомненно. Ну, это вы мне напомнили, в моем родном городе Кутаэси всегда была такая шутка, если мы эту зиму перенесем там, центральный сверх, мы те, кто переживем, соберемся там, чтобы сделать коллективное фото. Наверное, вот так вот сейчас я могу ответить. Мы соберемся вместе, чтобы сделать коллективное фото. Вы знаете, вы сказали про новую фишку восстановления территориальной целостности. Так впоследствии вот такого восстановления территориальной целостности, вернее, отказа от него, потому что конфедерация, о которой сейчас пытаются продвигать, ведь это не что иное, как отказ от территориальной целостности. И впоследствии на международной войны, то есть можно ли сказать так, что, вы знаете, вот это была плохая власть, мы в домике, и мы сейчас совсем по-другому думаем. Я понимаю, что можно восстановить какие-то отношения, можно как-то что-то, но вот есть ли необратимые вещи, типа вот этих конфедераций и так далее. да, я согласен и по-другому не может быть с вашей квалификацией о сути конфедерации. Конфедерация практически это крупный, большой шаг в плане оформления раздробленности территориальной целостности, иначе это никак не в теории права, не в практике это не воспринимается. Здесь двусначного, так сказать, двоякой интерпретации не может быть. Теперь, что касается второй части, о которой вы говорили, Гела, конечно, не стоит умалять значимость тех заявлений, тем более исходя из того, кем были сделаны эти заявления, и здесь эта реакция абсолютно нормальная и по-другому не может быть. В то же время я не стал бы слишком преувеличивать также значимость того известного заявления, потому что несмотря на значимость самой фигуры, которая делала это заявление, это все-таки заявление политического характера, не имеет под собой правовой предпосылки, пока что не имеет. Любое политическое решение должно быть легитимировано соответствующими правовыми способами, а без легитимации в то же время, когда мы говорим о легитимации, это не просто правовое оформление, но легитимация посредством свободного воли и земли большинства населения Грузии. Вот этих компонентов пока что у инициатора такого иного экстравагантного заявления, пока что я думаю, что там еще нет. Ну, пока что нет, но я-то привык, я уже давно призываю наших зрителей, вот есть выражение, политикам быть нельзя, я как раз таки призываю наших зрителей всех, верьте поедет, твердей, твердей, твердей. Вот и собака возмущается по этому поводу, да, по этому поводу очень сильно возмущается. Да, конечно, Гела, я еще раз повторюсь, это было очень серьезное заявление, абсолютно не стоит умалять значимость, я просто хочу, вот, понимаете, в чем дело, вот одно из назначений вот этого эфира и подобных эфиров, это искоренить вот это чувство предрешенности и какого-то, вот, вы понимаете, вот такого дефитизма, вот пораженческого настроения. И когда мы говорим, что те предпосылки пока еще не существуют, мы опять не умаляем значимость той или иной, скажем так, инициативы, но опять обращаясь к нашему слушателю, судьба этой страны находится прежде всего в ваших руках. И когда уважаемый мой собеседник говорил о том, что надо перестать верить в сверхъестественные существа и не нужно создавать полубогов на земле, я думаю, что это принципиальный, это, я думаю, самое принципиальное замечание, которое было сделано в ходе этого разговора. Вот это то, чему мы должны стремиться. И здесь дело не просто вот в формальных результатах выборов 26 октября, а в том, что мы как-то вырвались из этого порочного круга, в котором находимся со дня восстановления государственной зависимости. Вот если этот порочный круг будет порван раз и навсегда, и когда мы избавимся от этого наследия мифических существ и такого, знаете, вот делилирования, когда кто-то за нас решает, потому что кто-то умнее, кто-то красивее нас, кто-то не знает там еще другие эпитеты, я думаю, что как раз черед для того, чтобы осознанное грузинское общество осознанное взяло бы браздоправление в свои руки, оно стало бы реальным хозяевами, хозяином в этой стране, а не гостями. Вот сегодня у меня такое впечатление, что все-таки какая-то часть грузинского общества чувствует себя гостями в этой стране. Я их призываю опять переоспослить это. Вы хозяева этой страны. Поэтому не нужно вторить никому, не нужно повторять никому, и не нужно глотать то, что вам предлагают проглотить. Тут я абсолютно с вами согласен, просто я хочу, чтобы все наши зрители, которые в Грузии, а кстати, я посмотрел очень много всплезок буквально интереса к каналу из Грузии вот именно вот к этому моменту. Мы должны четко осознавать риски. Когда мы говорим, что Грузия может стать и это очень реальная угроза геополитическим призывам. Когда мы говорим, что Москва в случае получения свободы рук здесь, она их получит, если идти вот по этой логике, уничтожит не только оппозицию, но и власть, и будет просто ей нужно тотальное починить. Когда мы говорим, что есть реальная угроза просто существование угрозы вплоть до ее расчетения. Да, тут два момента. Да, база перепели, извиняюсь. К сожалению, это уже реально, я никогда не отличался алармизмом, но это уже реальная опасность. И вот каждый из нас просто должен подумать, что он может сделать для того, чтобы этой опасности избежать. Абсолютно, абсолютно. Что касается того, что каждый из нас может делать, я думаю, что без излишней банальности честно и откровенно излагать свою позицию и не говорить, так сказать, полушепотом и, так сказать, какими-то непонятными конструкциями. Сегодня уже время не для этого. Это раз. Теперь две такие короткие ремарки. Опять насчет оформления геопатического приза. Да, конечно, происходящее событие в Грузии важное, но мы сегодня, как это говорим, о геопатических призах, мы подразумеваем гораздо больше геопатического пространства, чем это Грузия. Поэтому, когда мы постоянно говорим, что война в Украине это событие гораздо большей значимости, потому что затрагивает гораздо больший объем территорий во всех понятиях, как раз, так сказать, вот мы входим в ту категорию такого большого геопатического приза, который может быть оформлен или так, или иначе. Но к оформлению, к моменту оформления, надеюсь, в том понимании, в котором мы хотели бы представить себе ситуация в Грузии, должна быть должного характера и должного уровня, чтобы мы, так сказать, не выпали бы, так сказать, из той картины положительного развития событий. Это раз. Второй момент. когда уже в который раз говорим, что инициаторы того или иного курса должны четко осознавать, что значит, помимо всего прочего, для них сближение с Российской Федерацией на недопустимое расстояние. Смертельно опасно. Смертельно опасно. Они должны напомним, мы их перефразируем чуть-чуть, одну известную фразу, что революция пожирает своих детей. Перефразируем. Геополитическая революция может пожрать, также пожирает тех детей, не может, но неизбежно пожирает. Да, которые являются сподвижниками или же инициаторами той или иной геополитической смены и геополитической революции. Еще раз, наверное, мы должны в обязательном порядке им напомнить, чтобы как-то, так сказать, протянуть нашу руку эмпатии тем, которые сегодня волей-неволей предлагают нам вот этот абсолютно, я думаю, знаете, вот, не постесняюсь сказать, безысходную игру для них, но очень проигрышную для нас всех. Речь идет о судьбе страны. Мы страну теряем, я об этом говорю. Мы страну теряем, и это нужно осознать, и нужно собраться как-то. Согласен, согласен, согласен. Я прошу прощения и у зрителей, и у вас, что у нас получилось немножко мрачноватая передача, но время такое. вы знаете, я тоже сейчас как-то, нет, я думаю, что она была реалистичной, потому что помимо тех оценок, которые мы с вами дали, мы в то же время говорили о том, что и как. Поэтому и мы постоянно после каждых двух слов говорили, что не надо опускать руки, и нужно относиться с оптинизмом, и с чувством уверенности в своей силе смотреть на будущее. Это раз. Второй момент, ну, знаете, я тоже сейчас перед включением вот этой аферы, как-то у меня всегда вот ожидание с вами, что мы ушли в конкретную там конкретную теорию или практику и так далее, и так далее, но получилось так, как получилось. То есть мы говорили о том, что у нас наболело, и поэтому сейчас уходя от этого и как-то касается погружаясь, как вы часто говорили, говорите, в региональную песочницу, и так далее, и так далее. Как-то у нас не получается, потому что все, что сейчас у нас болит, вот здесь перед Бог, перед нашими глазами. Не сконцентрировано. Ну, а о политике Соединенных Штатов и о региональной песочнице мы обязательно поговорим в следующих выпусках. Будем надеяться, что у нас будут такие основания, чтобы хоть немного отличься от дел наших скорбных. Огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо. Спасибо. Вам спасибо, Ген. Спасибо. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч.